Дамы и господа, я всех приветствую. Сегодня на распаковочке у меня будет интересный кейс, который я заказывал в GearBest для своего смартфона Xiaomi Mi Max 3. Это мой основной смартфон, поэтому я для него заказал очень много всяких аксессуаров. Есть уплотнитель для того, чтобы он не повредился при транспортировке. Хотя упаковка и обладает вот такой вот пупыркой, она лопается, она рабочая. Но все равно при транспортировке где-то могло что-то заломиться, сломаться, поэтому давайте посмотрим, хорош ли этот кейс. В принципе у меня нечто подобное уже было, то есть у меня был кейс такого же форм-фактора, но только кожаный. Вот так вот он выглядел, то есть видно, что они очень-очень похожи, видно, что у них одинаковые прорези, одинаковая обработка краев и внутри они тоже очень похожи. Поэтому в принципе я так подозреваю, что их делают на одном заводе, но в любом случае это не отменяет того факта, что нам нужно обязательно проверить какой же он по качеству. Здесь у нас очень приятный материал, очень похожий на кожу, я об этом кейсе уже рассказывал. А здесь у нас тоже материал, который на ощупь ощущается как кожа, но посмотрите как он выглядит, как ламинат, как дерево, как я не знаю что. Очень красивый кейс. И еще хотелось бы рассказать о том, сколько все это мне обошлось. То есть стоил 3.21, доставка бесплатная и заплатил я 2.25, потому что я применил поинты. Кому интересно, на гербесте есть поинты, которые они начисляют каждому, кто что-либо у них покупает. И благодаря таким поинтам вот я сэкономил практически доллар, 96 центов. На каждой покупке я экономлю благодаря поинтам. Кому интересно, ссылка будет в описании, можете посмотреть, а также ссылка на кэшбэк тоже в описании. Конечно, когда ты берешь его в руку, то есть кажется, что ты должен взять что-то деревянное. И получается такой диссонанс. Вроде берешь что-то деревянное, а на ощупь это приятнейшая кожа. Конечно, это может быть не кожа там и все такое. Вы можете долго об этом писать в комментариях. Но я могу сказать, что на ощупь ощущается как кожа. Поэтому тут уж я говорю только исключительно о своих впечатлениях. Что я могу сказать по поводу качества изготовления. Я рад, что вырез под сканер отличный. А вот вырез под камеру мне здесь не нравится. То есть он сделан криво. И благодаря этому или из-за этого весь внешний вид портится. Сейчас попробуем как-то это все дело поднастроить. Мне кажется, что будет не то. Ну вот это тот максимум, который мне удалось выжить. Это единственный косяк, который я могу придавить к этому кейсу. А так выглядит очень даже здорово. И смартфон из него не вываливается. То есть могу пока что рекомендовать. Посмотрим, конечно, что будет с ним со временем. Облупится он или нет. Расползется, разломается или нет. Но пока что то, что я вижу, меня радует. Кнопки в удобном доступе. Посмотрим. Время покажет. Как обычно, на втором канале я рассказываю о том, что происходит со всеми товарами, которые мне приходят. Выкладываю опыт использования. Поэтому и про этот кейс я все расскажу и покажу. Кому интересно, заходите туда, подписывайтесь. И все ссылки, кстати, в описании. Спасибо всем за внимание. Хорошего настроения. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok